Всем привет! Я вас поздравляю с этой чудесной новостью, неожиданной. Нет, конечно, все ждали со дня на день, со дня на день, но все равно это чудо, то, что наконец-то Россия сможет прилетать в Турцию на отдых. И Турция довольна, потому что все отели ждут, не дождутся. Я вам серьезно говорю, у меня знакомый полтора года уже не работает, но ему выплачивают зарплату, потому что он хороший специалист. И каждый день все ждут, что откроются отели. Я уверена, что сейчас в связи с этой новостью будут открываться просто резко отели, потому что все стоят на старте. У половины отелей они не работают, но рабочие визы сделаны. И люди привиты. Я когда увидела этого знакомого, он идет такой, знаете, обнимать меня. Я такая, он говорит, у меня две вакцины. Я уже, говорит, уже все, говорит, наши, отель закрыт, мы уже все привиты. И официально сказано было, что да, Турция привита на 60-90%, именно в туризме. Это правда, потому что второй знакомый уже вот сегодня, да, ходил на вторую прививку. И то он не работает в отеле, они просто работают как рент-экар. Говорит, все в туризме, все уже почти закончили вакцинацию. То есть переживать вообще нет смысла. То, что санитария в отелях настолько, ну, все придерживаются. Тоже все, по крайней мере, те, кто, люди я знаю, которые работают в отеле, все об этом рассказывают. Поэтому удачи вам, да, найти сейчас билет, потому что кто-то сказал, что только 7 раз в неделю будет самолет вылетать. Я не думаю, что это правда, потому что если есть разрешение, я думаю, сейчас будут и полеты без проблем. Единственное, что хочу напомнить, то, что требует Турция, должна быть или карточка вакцинации, то, что вы уже вакцину сделали, или же, если у вас нет, тогда тест вы делаете, или если вы недавно заболели, то просто документ о том, что вы заболели. Все, этого для Турции достаточно. Что вам говорит ваша сторона, я не знаю, это вы уже будете спрашивать у себя. Естественно, еще вы должны иметь хэскот, если вы хотите передвигаться в общественном транспорте, или если вы хотите заходить в торговые центры. Маленькие магазинчики, например, те, что я показываю на Капалы Йол, да, не надо, никто не спрашивает хэскот, никто не проверяет, единственное, проверяет температуру, все. Но в торговые центры абсолютно все будут спрашивать хэскот. Делать его, не знаю, как мне делали, но там, по-моему, легко, там ничего страшного нет, там вам объяснят. Плюс, если же вы захотите в общественном транспорте ехать, то вы покупаете карточку, каждый на свое имя, и потом крепите к этой карточке хэскот. Еще не вышло это видео, но я просто расскажу, я забыла об этом. И мне нужно было на автобус сесть. И я сажусь, а у меня женщина такая, на выход, на выход. Я говорю, почему? Почему у меня карточка не видит? Потому что у тебя, говорит, нет хэскота, иди делай. И мне спасибо мужчине, который близко стоял там, да, он мне просто все ввел. Раз уж мы заговорили за вакцинацию, хочу открыть вам такую тайну, я уже тоже стала на очередь. Да, я не могла, мне сказали, что уже 40 лет можно вакцинировать. Кстати, в Стамбуле уже даже с 25 людей вакцинируют, да. То есть очень много вакцины, и по миллиону в день, по миллиону в день людей проходит на вакцинацию. И я один день, ну не могу вообще, ну не открывается система. Говорят, звонить на 182. Звоню на 182, никто не поднимает трубку. Там просто не то, что не поднимают, там сбивается просто это все. Но в следующий день я пробегала, не было времени, вечером села, вообще ничего не понимаю. Пошла к соседке, она говорит, мне сделали, я ничего не понимаю. Ну вообще круто. Иду в церкви на третий день, и стоит мужчина, который рентекар, он постоянно здоровается в калечии, говорю, так, все, делай мне вот это вот. Ты, говорю, уже сделал вакцину? Он говорит, да, я уже второй раз типа иду. И он, чтобы вы понимали, нужно закачать программу Эдевлет. Я показывала, на украинском канале есть видео. Чтобы сделать эту программу, нужно взять код на почте. Так вы по-другому никак не сделаете. Потом программу Эннабис и потом еще одну программу МХРС. Я говорю, серьезно такая система. И знаете, что прикол в том, что мы в больницу, которая возле меня, да, Татурк, возле базара Чершамба, нету. Говорю, как это нету мест? Ну нету. Он, давай еще раз, только на 21 число и только на 2,20. Я говорю, а 22, нет, говорит, система не показывает. Все, это единственная дата. Говорю, все, бери. То есть нормально, у меня будет время сходить и сделать это. Так что да, можете меня поздравить. 21 числа в 14.20 я планирую пойти на вакцинацию. Я думаю, вот поэтому 22-го и открыли Турцию. А вы думали, почему? Потому что я же не сделала вакцинацию. А так 21-го сделала, 22-го все прилетают. А то. А вы думали, так особи. Ну, естественно, ну, объясняю, если кто-то не знает, если сделали вакцину, 3 недели, это все равно вы еще в масках ходите, это все равно вы можете подцепить спокойно еще этот вирус. Делают вторую вакцину, еще 2 недели вы не расслабляетесь, вы тоже можете ее подцепить. А уже пройдя вот эти все вместе 5 недель, тогда уже все. Уже. С этой темой завершили, а сейчас я хочу поздравить всех православных христиан с наступающей Святой Троицей, с Пятидесятницей, она будет в воскресенье. Это чудесный праздник. Да, это заканчивается, ну, скажем так, вот этот цикл пасхальный. Ну, это счастье, потому что каждый раз, каждый день, когда мы ходим в церковь, когда мы молимся, мы понимаем, что Бог нас любит, Он очень-очень сильно любит нас. И каждую секунду Он это доказывает нам. Вот. И завтра будет родительская суббота, конечно же, пойдите в церковь, помяните родителей. Это очень важно, потому что эти люди, если бы их не было, не было бы вас. И все. На этом все, вот за что, почему мы должны пойти в церковь и помянуть родителей. Ну, если у кого-то кто-то умер, да, ну, или бабушки, дедушек, прабабушек, прадедушек, в любом случае. То есть, даже одно это, если бы они не захотели вас, вас бы не было. Поэтому все дружненько не спим, просыпаемся и идем в церковь помянуть своих родных и близких. Это очень важно. И еще раз, наступайте Святой Троице. И еще раз я поздравляю всех, это чудесная новость, реально, это такой подарок, подарок на Святую Троицу, реально. Вот в этом, конечно, молодец. Да, и я, конечно, желаю всем шикарного отдыха. Ну, как я не могу сказать, у нас же недавно видео вышло. Я сделала общее видео по тем достопримечательностям, которые вы можете посмотреть в Анталии. Отдельное по достопримечательностям, Тимеровская сторона, не только Тимер, а вообще возле Тимера. Ну, если вы поселились там, вам не нужно ехать куда-то далеко на какие-то экскурсии, а просто вот там те места, которые, возможно, не продаются в агентстве. Вы можете взять машину или доехать автобусом. Это в два-три раза экономия вашего бюджета. И сейчас я готовлю видео об аланийской стороне, включая, конечно, город Аланию. То есть тоже, как вы можете добраться и за пять лир посмотреть красоту, так что есть и новые какие-то достопримечательности. И вы же понимаете, здесь всего очень много. И я 16-й год, поверьте, только когда я начала снимать YouTube, я узнала столько всего. Я даже не знала, что такое есть. И я думаю, вы много чего найдете в плейлистах у меня на канале. Буду рада, если вы будете заходить. Я вас целую, люблю, обнимаю и поздравляю. Всем спокойной ночи или хорошего утра, если вы меня смотрите утром. Целую!